Сегодня в столице республики стартовал фестиваль «Зелёное золото России». Развитию хмелеводства сейчас уделяется особое внимание. Увеличить собственное производство хмеля и отказаться от импортного сырья – такая задача стоит перед аграриями. На фестивале побывала и наша съёмочная группа. Стоит отметить, что выставка такого формата в Чувашии проходит впервые. Помимо местных пивоваров, лучшие сорта пенного напитка, горожанам и гостям столицы представили заводы из разных регионов страны. К примеру, в речном порту бросили якорь предприятия пищевой промышленности из набережных Челунов, Самары, Москвы, Ярославля. На площадке также можно ознакомиться достижениями отечественного хмелеводства, национальными обрядами и традициями пивоварения. Мы работаем как с импортными производителями хмеля, так и с отечественными, то есть, например, с чувашским хмелем. И его используем в некоторых наших сортах. Конечно, хотелось бы, чтобы линейка чувашских хмелей была гораздо шире, чтобы мы могли использовать его гораздо чаще, так как это ближе, проще, и это все-таки наше, то есть, чтобы не заказывать за рубежом. Западные санкции против России подстегнули развитие хмелеводства внутри страны. В Чувашии в течение трех лет планируют увеличить площади под зеленое золото на 500 гектаров. Сегодня в рамках экономического форума между Министерством сельского хозяйства Чувашия и партнерами из Московской области компанией «Русхмель» было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Сегодня на разных площадках очень много развития хмелеводства. Сегодня у нас как раз находятся те пивоваренные заводы, которые потребляют наш хмель. Вообще 80 заводов покупают чувашский хмель. И не удалось пока пригласить все заводы. Во-первых, площадка не очень большая, но в следующем году мы расширимся однозначно и постараемся сделать так, чтобы все заводы были представлены здесь. В республике нацелены на восстановление хмельников с ароматными сортами, которые вызревают за 90-95 дней. Хорошие результаты в этом направлении показывают Ядринский, Цивильский и Урмарские районы. С ростом объемов собственного производства хмеля зависимость от импортного сырья должна постепенно отпасть сама собой. Леонид Петров, Игорь Ульянов, Вести, Чувашия.